Этот способ декорирования позволяет создавать рисунки из разных цветов фискозы с четкими краями Мы будем его делать в обратной раскладке То есть сначала раскладываем декор и потом раскладываем уже шерстяную основу Я буду раскладывать на вот такой вот пленке Вы можете раскладывать на подложке под ламинат, то есть сразу на шаблоне Я нарисовала линии моего рисунка, на которые я буду ориентироваться Сначала взрыхлю немножко ленту вискозы, чтобы она легче раскладывалась И дальше начинаю раскладывать снизу вверх Сначала разложу нижний вот этот фрагмент рисунка Здесь направление волокон не столь важно Я разложу просто вертикально Здесь вы можете выходить за края Можно положить, поменять направление Так, один цвет разложили Теперь сбрызгиваем Просто водой И теперь все вот эти вылезшие края вискозы Подвигаем За нашу нарисованную линию Если здесь образовываются большие складки на контуре Можно сдвинуть вискозу немножечко вглубь этого нашего пятна, которое мы рисуем Все вылезшие волокна я подвинула Сформировала красивый край Руки обязательно высушите, прежде чем брать снова вискозу в руки И переходим к следующему цвету Раскладываем его Приблизительно вот на ту область, где будет наш рисунок Видите, направление я меняю как мне удобно Но лучше всего раскладывать, меняя направление Тогда вискоза не будет так сильно влиять на направление усадки Снова сбрызгиваю И подвигаю все волокна внутрь контура В следующем разложу коричневый Следом такой вот абрикос Можно добавить еще, если увидите, что где-то слишком сильно просвечивается Но я не делаю слой вискозы, очень плотный Он остается немного прозрачным, чтобы у него была возможность приваляться Дальше я накрыла вискозу шерстью Я использовала кордачос в два слоя Но вы можете использовать ту шерсть, ту раскладку, которая нужна вам для вашего изделия И дальше я все смачиваю и шлифую машинкой Прошлифовала войлок по изнанке и перевернула образец Если у вас есть возможность перевернуть ваше изделие, если валяете вы что-то плоское Тогда лучше переверните и прошлифуйте также по вискозной стороне Но если у вас нет возможности, тогда просто хорошенечко шлифуем по изнанке Подольше нажимаем на машину, чтобы вискоза хорошо схватилась Я пройдусь еще по лицевой стороне И далее уваливаем его теми способами, которые вам нравятся, до готовности Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...